Этот престижный конкурс имеет особое значение как для учащихся, так и для преподавателей детских художественных школ Краснодарского края. И то, что его заключительный этап впервые прошёл в Славянске на Кубани, не может не радовать всех поклонников изобразительного искусства. Краевой конкурс обучающихся по образовательным программам в области изобразительного искусства проводится один раз в три года для выявления, поддержки и профессионального ориентирования одарённых учащихся, повышения уровня освоения образовательных программ по академическому рисунку и живописи. Он помогает обмену педагогическим опытом, а также содействует сохранению традиций Отечественной школы изобразительного искусства. Председатель жюри конкурса, профессор кафедры живописи и композиции художественно-графического факультета Кубанского госуниверситета Виктор Денисенко уверен, что конкурс очень важен для всех, кто занимается обучением юных художников, да и для них самих. Здесь ученики школ художественных соревнуются в профессиональном, можно сказать, мастерстве. Здесь, конечно, представлены лучшие со всех 11 зон нашего края. Ну и мы очень благодарны коллективу школы, управлению культурой района, что так всё слаженно, организованно. И конкурс выявляет новые молодые таланты, которые потом поступают в наши вузы, в художественные училища, то есть продолжают потом наше дело. Взыскательное жюри делает всё необходимое, чтобы самые сильные работы были отмечены по достоинству. И, конечно, даже само участие – это уже большое-большое поощрение, поскольку они в своих зонах выдержали тоже конкурсы, стали там победителями и теперь уже соревнуются с такими же ребятами, которые выиграли свои конкурсы в своих зонах. Естественно, всё то, что касается качества работ, их оценивания, ещё раз повторяю, это критерии, которые мы придерживаемся. И в соответствии с критерием по оценкам, по выявлению потом победителей, мы потом и награждаем их, соответственно, дипломом первой, второй, третьей степени. Для Славянской детской художественной школы это большая честь и ответственность – принимать заключительный этап престижного конкурса. Конкурс действительно в Славянской Кубани принимают впервые такого уровня. К нам приехало более ста участников за эти пять дней и, соответственно, примерно такое же количество преподавателей. Ребята работают по два дня, разные номинации, здесь и компьютерная графика, и жанровая композиция, рисунок, живопись. То есть очень многогранный конкурс. Ребята очень много приехало. За всех волнуемся, переживаем. Для нас интересно увидеть все города-края в нашей школе, увидеть, в какой школе как что преподается. Особенно декоративное искусство было, все по-разному. Ребята привезли и витражи, и аппликации. То есть мы так не работаем. Что-то увидели для себя новое. Этот особенный конкурс помогает всем одаренным и неравнодушным. Есть ли волнение у конкурсантов? Конечно, есть. Но они стараются его преодолевать. На таком конкурсе впервые. Все-таки краевой. Эмоции, конечно, очень волновалось, но старалась выложиться на полную. И надеюсь, что мои старания не будут напрасными. Преподаватели со всего Краснодарского края, которые со своими учениками приехали в Славянск на Кубани на финал конкурса, получили возможности для общения, обмена опытом. Они готовились к конкурсу вместе со своими воспитанниками и также переживают за них. Этот конкурс, он самый ответственный конкурс, самый престижный. И участие в этом конкурсе – это самое большое переживание как для преподавателя, так и, естественно, для ученика. Это очень большое подспорье для поступления как в СУЗ, так и в ВУЗ. Потому что требования здесь, на этом конкурсе, предъявляются как к академическому конкурсу, как к академическому рисунку, академической живописи. Ученик Владислава Луцева Артём Погорин с радостью участвует в нелёгком конкурсе. Он хочет и дальше получать образование и развиваться в этом направлении. Мне очень интересно поучаствовать в этом конкурсе. Показать все свои силы и самому увидеть их. Посмотреть, как их оценят со стороны. По решению авторитетного жюри Артём Погорин стал победителем конкурса в номинации «Живопись». Славянские юные художницы стали лауреатами конкурса. Софья Орловская получила диплом второй степени в номинации «Живопись», а Маргарита Сокол – диплом второй степени в номинации «Рисунок». Юным талантам и их преподавателям дальнейших творческих успехов. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...